в нашем прекрасном марафоне доказательной медицины я жду хочу видеть что вы все видите меня слышите хорошо дайте пожалуйста знать да вот вижу уже присоединяются дайте пожалуйста знать хорошо ли вы меня слышите вот потому что хотя связь вроде бы неплохая но всякое может быть то я вижу что люди присоединяются значит пока вы все присоединяйтесь несколько слов о себе я доктор ирина березовская автор 6 бестеллер на тему женского здоровья в том числе на тему здоровья девочек и книжка дочки-матери это тоже мое произведение и сегодняшняя тема будет о здоровье девочек также все кто присоединяется скажу что вас ждет сюрприз значит профиле марафона и ссылочка и где можете купить по которым можете купить мою книгу дочки-матери с 15 процентов скидки используя промокод меток после того как я сохранил этот эфир будет написано как раз в описании эфира все вот эти данные чтобы не пропустили и хотя тема здоровья девочек очень объемная все-таки я постараюсь сегодня ну как бы сказать нескольких словах о самом важном и я постараюсь ответить на ваши вопросы потому что я знаю что многих из вас довольно много вопроса будет если говорить о девочке фактически это предшественница женщины можно так сказать можно сказать потому что но собственно говоря девочка превращается в женщину но почему-то принято что вот вот эти фактически 20 лет девичьей жизни начиная от новорожденного заканчивая уже завершением полового созревания они как бы все время где-то в стороне и и иногда мы наблюдаем иногда это довольно таки редко бывает что как раз идет перегиб палки когда мама без конца таскает девочку по врачам особенно гинекологом но основном чаще всего мы начинаем обращать внимание на какие-то наши женские проблемы когда начинаем половую жизнь и особенно когда начинаем планировать ребенка и вот тогда начинаются походы по врачам и тут опять же возникают вопросы все не пропустили мы чего-то прошло они связаны это с тем что мы перенесли что-то прошло и вообще почему например какие-то там проблемы могут быть какие могут не быть это очень важно да и вот получается что как раз 20 лет жизни они как бы остаются стороне его либо педиатры семейные врачи они должны акцентировать внимание на развитие девочек на развитие то есть имеется ввиду на здоровье девочек но даже разговаривая со многими педиатрами семейными врачами я поняла что для них вот ребенок это всего лишь ребенок но мужского положенского пола довольно часто они даже не обращают внимание на специфику пола то есть главное чтобы ребенок писался по параметрам развития вот те график которые существуют чтобы не было жалобы принципе дети практически болеет все то какими-то инфекциями то еще чем-то но именно развитие половое развитие ребенка это как бы тоже в стороне я я рада что меня пригласили быть с автором учебника по педиатрии для украинских врачей куда были приглашены и самые прогрессивные врачи и как раз я покрывала тему здоровья девочек и очень много информации как раз преподнесла как гинеколог потому что действительно не семейные врачи не педиатры ну не знают столько сколько на самом деле должны знать в отношении развития девочек и это как бы другой мир то есть если посмотрите если скажем с восстановлением менструального цикла взрослой женщины приблизительно с 20 21 года и до наступления менопаузы нет каких-то чрезвычайно кардинальных изменений но за исключением конечно беременности и послеродового периода на этом другие как говорится тоже абсолютно состоянии но все равно если смотреть даже на этот промежуток почти продолжительностью 30 лет это более-менее стабильные как бы но состояние менструальные циклы но иногда там сбои но все равно это более-менее стабильно а вот у девочки в новорожденной с маленького ребеночка и дальше идет взрослый ребенок то есть получается развитие эти 20 лет они кардинально отличаются они настолько разнообразны они настолько имеет разные даже гормональные фоны и изменения в том числе внешние что как-то мне кажется что именно вот это должно браться во внимание и вот это должны изучать даже акушеры гинекологи не говоря уже о других специалистах имеющих дело с детьми потому что это очень важно вот если говорить значит о девочках вот что мы наблюдаем мое поколение вообще не было никаких детских гинекологов с исключением редких редких гинекологов уже современные поколения сталкиваются с перегибом палки мне пишут что эти девочки гинеколог рассматривали чуть ли не в роддоме там вообще нужно ходить особенно когда вот нужно собирать вот эти справки в садик хотя нигде не написано что обязаны осматривать специалисты а почему-то мало кто читает вот эти приказы и все такое там написано что по строгим показаниям должны быть осмотрены специалистами том числе возможно гинеколог но собственно говоря задача педиатра выдать справку здоровый ребенок из пригодный для садика или непригодные в данном случае педиатр вполне может обойтись без специалистов и только в тех случаях когда он сомневается и он обнаружил что есть какие-то проблемы да он может направить специалисту том числе гинеколог к сожалению это все перегибы все перешло в обязалоку незаконную нелегальную если бы юристы больше вмешивались в эту как сферу защиты прав ну пациентов то не было таких перегибов палки но хуже всего когда гинекологи не разбираясь ни в чем начинают лезть и вот когда мне там спрашивают когда водить гинекологу что такое общем когда я вам скажу что на западе никто не водит гинеколог если нет серьезных проблем потому что все педиатры и все семейные врачи знают что такое сильные ахи как с ними обходиться знают что такое не специфические полевого генита знает все этапы полового развития это задача как раз врачей это несложная арифметика потому что это часто случается и этому обучают университетов но почему-то а как говорится наши педиатры этого не знают и и тогда начинается вот это хождение по гинекологам которые тоже не знают потому что детской гинекологии изучается очень поверхностно очень поверхностно и практически всего лишь пару часов а дальше идет импровизация или этот врач научиться сам или же он будет все сравнивать с состоянием взрослой женщины что собственно говоря врачи делают они сравнивают все показатели с состоянием взрослой женщины огромнейший минус что до сих пор в лабораториях нет вот этих ну референтных значений для девочек не говоря уже там для детей но для детей еще полбеды но именно для девочек это плохо и еще один такой негативный момент что очень часто сами женщины родители сравнивает состояние новорожденного и вообще растущей девочки со своим состоянием то есть если смотрят на трусики ой у нее не такие выделения как у меня ой у нее не так как у меня самое главное что когда спрашивают таких женщин а вы себя помните в реальности вот вы помните как у вас начались месячные многие не помнят вот или вообще вы помните себя в 7 лет что там вас было на трусиках не помню и хорошо если скажем такая женщина выросла без лишней нервотрепки но многие уже как раз вот это поколение уже сталкивалась тем что им говорится очень часто говорится во-первых ой как тяжко далась беременность но сидела на дюфастонии на еще каких-то препарат ой как тяжкая вынашивала сидела лежала вечно в стационаре то есть получается что никто легко не вынашивать ой такие были тяжелые роды как ты мне тяжело далась получается что все тяжело рожает все всем тяжело дается сейчас нет здоровых женщин сейчас нет здоровых детей экология вообще все так плохо все сейчас больные мамаша что вы хотите сейчас все больные и вот вот это такой знаете вот это все что все кругом должно быть с трудом с болезнями с такими какими-то оборотами это накладывает на отпечаток и вот сейчас я начала же консультировать вот это молодое поколение которым по 18 лет по 20 лет это уже как раз то поколение началось вот это все накручиваться и коммерческий диагноз и все и вы не представляете как трудно перебедить молоденькую девочку 17-летнюю что у него как раз все нормально но она же говорит но я же мне же так мама сказала что я так тяжело дала что это тяжело болела ключе мы болели там начинаем анализировать да всем тем что обычно и все дети болеют но эту девочку держали на антибиотик дальше я кстати тоже когда разговаривала с некоторыми родственниками и там обсуждали то действительно их дети сидели там месяцами на каких-то антибиотиках все какие-то простуды лечили все так было страшно тяжело и вот этот как раз менталитет он очень опасен потому что уже не успела девочка говорится созреть начались у нее но какие-то там незначительные даже изменения характерны для его возраста для его веса для его стресса состояния вот у тебя все было плохо мы ходили по врачам без конца мы вечно что-то лечили значит все было плохо и получается что такая девочка дальше живет и будет говорить о всем неплохо давалось и когда начнет планировать да все у меня с детства мне были эти проблемы с детства меня то с детства все и пошло поехало дорогие дорогие женщины большая к вам просьба не сравнивайте вообще то есть во первых не сравните свое состояние состояние вашей девочки и поэтому нужно повышать свой уровень знаний понимать что норма что нет и пожалуйста если вы походите к врачу который сравнивает как раз все вот эти показатели анализы с показателями для здоровой женщины именно медведы для взрослой женщины то не ходите больше таким врачам лаборатории должны давать четкие показатели именно для детей для девочек а таких практически нет к сожалению значит врач должен разбираться и он должен как бы это в этом всем ну быть хорошо осведомлен если говорить об этих изменениях что чаще всего встречается значит поскольку вообще бесконечно что на тему женского здоровья целый раздел на официальном сайте есть даже несколько вебинаров помимо вот книги которые как было создано реальности не потому что я написала предисловие не потому что скажем да у меня дочь которая росла с которой мы обсуждали многие вопросы ее подруги ко мне приходили спрашивали но также видела вот сколько вот этой неправды вокруг этих мифов которые существуют и вот хуже всего как раз меня беспокоит именно вредительство из-за незнания потому что уже в эпоху моей молодости когда я рожала детей уже были два популярные диагноза которые начали но они я никогда не думал что они достигнут такого колоссального как говорится уровня как сейчас это синехии или сращение малых половых губ или адгезии малых половых губ и второй диагноз это у мальчиков гипосподии которые ставили всем направо и налево меня как-то миновало вот это участь с педиатром потому что педиатр мне попался как раз я бы сказал с очень низким уровнем знаний которые даже вообще не обращал внимание на детей то есть для галочки там приходил все и всегда моего ребенка мою дочь называл мальчиком как ваш мальчик причем на история уже так подсовывала эту историю чтобы она видела имя что ты не мальчик но девочка мне выглядела как девочка мало того я специально не одевал ее не в этим в синюю одежду одевал надевала ей розовые там костюмчики что ну чтобы уже в голову дошло к врачу шесть месяцев она только говорила ну что там как ваш мальчик честно говоря я поняла что тут ожидать чего-то хорошего педиатра который даже не смотрит на и фамилию имя даже как говорится ли не все это поверхно где-то так где-то нам клиточка я поняла что такого педиатра ждать нечего поэтому как говорится хорошо что я уже как раз училась медиституте и могла многое сама проверить сыном было попроще сыном как говорится в другой педиатр уже более-менее но опять же из-за того что мой мальчик помочился на халат врача он сразу сказал это у него неправильная струя пошла значит гиппосподии говорю нет никакой гиппосподии вы что я вам точно говорю нужно оперироваться срочно срочно я побежала конечно к детскому урологу хотя вычитала книжки подняла все энциклопедии но думаю ну бог с ним может я что-то недопонимаю проверила на мужа тоже все там классно все отверстие как надо думаю ну вроде бы одинаково только один меньше другой побольше что ж тут я не понимаю но пошла к врачу но он сразу посмотрел начал смеяться говорит да на все теперь сходят на сумма на этой гиппосподии говорит вы не первая так что успокойтесь с вашим ребенком хорошо но представьте себе что я врач который уже копается который старается выяснить а если вот попадаются такие вот женщины без медицинского образования на всех вот эти которые начинают запугивать и вот в плане синехи что самое страшное что начинают рассоединять вот эти дякабы синехи прямо в кабинете врача проявляя реальной агрессии что запрещено запрещено безобезболивание это делать вообще запрещено даже без согласия родителей даже тут никто не обращает раз раз начинает ребенок орать и так дальше когда начинают лечить вот эти всякие неспецифические вагиниты и назначают свечи вы не представьте сколько мне женщин пишет что как мне ввести делать во влагалище девочки вот эту свечку который назначил там врач еще и провести спринцевание потому что девочка орет а девочки там два годика и сколько у нее отверстия девственной плевы каких-то там пару миллиметров и она считает как не ввести чтобы она не орала потому что мне же нужно лечить и вы знаете это страшно потому что я вам скажу серьезно что это действительно страшно потому что но кто вообще это назначает и разве вот из-за того что сами матери не знают банальной анатомии вот этих органов девочки наружных особенно а делают вот эти грубые ошибки даже не знают что при у девочек выделение не могут быть белосоваты пахнуть кисленьким как у женщин взрослых потому что там в основном живет бактерии бактерии кишечной группы вот поэтому такие нюансы они довольно часто встречаются и еще один самый распространенный момент то есть если вот это как раз синехи и не специфически как мы говорим более вагинир после каждой простуды может быть всегда у девочек там под температуру даже когда зубы прорезывается покраснели наружные половые органы мульва потому что это нормальная реакция еще один важный момент которым часто люди грубые ошибки делается это нерегулярность менструальных циклов женщина идет женщина конечно у меня все регулярно моей дочери нет она забыла что у него мало тоже быть нерегулярно она много могла чего забыть я даже дело не в этом так могут быть нерегулярные циклы они могут быть даже до 7 лет нерегулярно а если ребенок еще занимается спортом если он на танцы ходит с нигде супает переживает особенно когда влюбляется и страшно переживает что фигура не та и что мальчик не посмотрел и вообще но такие прямо драмы на эти драмы вот вы в этот период конечно могут быть нерегулярный менструальный цикл потому что все еще созревает и многие не знают вот как раз что половое созревание начинается не с появления менструации когда я спрашиваю врачей что такое подростковый возраст вообще что такое означает вот этот тинейджерско говорят английском что такое подростковый возраст все сразу 13-14 лет когда месячные пошли или появились полюции ничего подобного половое созревание начинается с 7-8 лет и начинается с поднятия сначала гормонов которые вырабатываются гипофизом а тут есть позади шишковидное тело и это гонотропины поэтому мы говорим о гонодарфе такой вот период они повышаются и параллельно повышаются мужские половые гормоны я уверена что далеко не все вот кто меня слушает знает что женские половые гормоны является производным мужских половых гормонов вы это знаете вот кто из вас знает дайте мне знать об этом то есть поставьте какой-то значок но самое интересное что как раз у девы у детей подростков общего детей очень повышен как раз уровень мужских половых гормонов вначале вот это мы назовем адренархи адренархи чаще всего это повышение свободной тестостерона вот это вот это дичи и сульфат то есть с и он часто повышен кстати у подростков и особенно при проблемных кожах и так дальше это самый самый такой распространенный и самые высокие уровни этого гормона именно этого гормона в крови подростков и вообще человека а уже тестостерона становится меньше так вот у девочек может быть вот это адренархи и дальше она продолжается и собственно говоря после него когда уже повышается гормонально вот это стать они невидимы она невидимы гормоны но разве что вы пойдете издадите эти анализы но кто там часто проверяет скажем уровне гормонов именно эти гонотропином и мужских половых гормонов у детей 7-8 лет практически никто не проверяет за исключением редкий случай когда скажем девочка стала менструировать раньше вот или скажем какие-то ну начались расти грудь и появились вот эти как мы грунта личные половые признаки но собственно говоря как раз после этого возникает стадия телархи то есть грудь она становится он увеличивается и как бы даже не знаю как нагубать или как правильно сказать она как бы строится более такой отечный еще даже не растет но потихоньку начинает расти и потом значит появляется на лапке больше волос поэтому пубархи как мы говорим этот период и дальше уже конечно же через год-два появляется менструация это приблизительно сейчас 11 12 лет то есть помолодела вот это минархи и приблизительно 35 лет уходит на становление менструального цикла далеко не всех могут быть сразу же регулярные циклы и так может быть что между менструацией может быть даже 6 месяцев особенно чем раньше началась менструация тем нерегулярно они могут быть в самом начале это тоже нужно понимать и когда тут начинает вызывать не вызывать практически мы не трогаем такую девочку никакие там гормоны не назначать и какие месячные не вызываю просто за ней следим потому что она все еще приходит вот проходит вот этот процесс созревания и что еще важно чтобы я хочу вот именно чтобы поняли что это очень важный вопрос который нельзя упускать и который нигде не обговаривания нет ни не обсуждается я извиняюсь что я пью теплый кофе я с 6 утра у меня так получилось что мне нужно было говорить много поэтому я как бы уже голос у меня сел я я чтобы согревать горло что-то теплое должна пить так вот вы знаете многие не знают и даже врачи не знает что как раз вот это необоснованное назначение в таком возрасте когда формируется определенные вот эти этапы регуляции менструального цикла то есть смотрите есть так называемая гипотелама гипофизарно яичниковая система я об этом пишу многих книгах и это важно для любой женщины то есть наши яичники это не просто взяли там захотели работать захотели не работают они включаются гипотелама гипофизарной системы она у мозгу гипотеламус это как бы более древняя часть и она отвечает за все эти программы размножение адаптации программа голода очень много там программ и собственно говоря гипотеламус влияет на гипофиз и гипофиз выделяют специально вот эти вещества как мы называем гонодропины которые влияют на яичники яичники начинают тогда вот этот рост фолликул и тогда и так вот оно радио понятно что у каждого человека есть гипотеламус гипофиз ну женщины яичники у мужчин яички да но дело в том что должна быть обратная связь то есть получается такой вот круг круг и это не только как бы обратная прямая связь когда воздействует когда уровни гормонов скажем повышается который вырабатывает яичник или уменьшается и это как сигнал пи 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 значит нас очень много но если еще и обратная то есть из прямой и и и и обратная обратная связь то есть или косвенная обратная связь и поэтому получается что мы как бы этот круг он должен работать и поэтому у нас есть менструальный цикл вот по кругу каждый месяц у нас и так идет за исключением тех случаев когда женщина принимает гормональную контрацепции или гормоны типа того же прогестерона или истероидный гормон что происходит когда принимаются гормоны блокируется работа гипотеламуса то есть вот здесь на уровне мозга не яичников блокируется вот здесь а уже гипотеламус не посылает сигналы гипофиза а гипофиза не посылает сигналы яичников поэтому все гормональные контрацептивы их основное действие это блокировка как раз вот этой связи они действуют на мозг на мозг они на яичники это нужно понимать таким образом когда у девочки формируется вот этот цикл сначала цикл такой знаете нерегулярно сначала а еще плюс если кто-то из вас хочет знать больше о гормонах именно женские гормоны вообще гормоны да но через призму женского здоровья скажем так есть книга называется это все гормон тоже есть на эксмо это все гормоны как раз рассказывает о том собственно говоря вот какая за мы связь между гормонами как это все действует друг на друга так вот для остановления вот этой хорошие такое как говорится по кругу реакции уходит время то есть идет процесс созревания и как раз самый последний момент самый последний момент это вот последнее звено между яичниками и гипотеламус то есть поэтапно формируется эта связь она не как прямая линия она круг и вот получается что когда мы начинаем подавлять функции гипотелама с этими гормонами потому что мы выравниваем цикл они выравниваем никакой цикл мы создаем искусственно созданные кровотечения отмены что у девочек что взрослых гормональная контрацепция гормона создает искусственные кровотечения отмены они могут быть регулярными если вы будете принимать 21 день потом дни семь дней так сказать без без гормона и вот это будет постоянно да будут регулярные кровотечения отмен это не ваша менструация ваши яичники не работают потому что их приглушили через гипотеламу вот здесь поэтому все гормоны действует на голову и вот представьте себе что девочка созревает у нее вот это последнее звено обычно это восстанавливается где-то с 15 и 16 лет и заканчиваться 21 22 года поэтому о половом созревании о совершении мы говорим именно после 20 лет именно после 20 лет тут еще влияют многие факторы том числе вес рост занятия спортом питание голодание вот эти потери вес напори веса то есть очень много факторов влияет вот и получается что как раз почему даже если вы вспомните литературу вы заметили что довольно часто прошлом говорили что возраст совершеннолетия это 21 год то есть возраст даже для мужчин и для женщин хотя я понимаю же девочек выдавали замуж и в 14 15 лет но легально довольно часто говорили о возрасте совершеннолетия 21 год почему тогда никто даже не измерял никакие гормоны даже гормонах никто не знал но люди наверное очевидно наблюдали за поведение за всем и так сказать наверное не зря как говорится вот это многолетнее наблюдение тысячелетнее наблюдение привело к тому что действительно 21 год может все созревший полностью готовый к жизни самостоятельный плод творению к размножению взрослый человек и действительно вот как раз возраст 20 22 года это как раз вот тот период когда завершается этот процесс полового созревания и уже все ребенок как бы становится реально взрослым так вот возвращаясь к девочкам вот это как раз последнее звено она формируется последние годы полового созревания то есть все идет поэтапно а вот теперь представьте что если у девочки нерегулярные циклы во первых нерегулярные по многим причинам или из-за того что она еще как бы не совсем созрела или может у нее еще дополнительно стресс нагрузки переживания потери веса и так далее я не говорю о каких-то более серьезных заболеваниях которые хотят тоже например перенесенные инфекции какие-то вот сейчас к виду многих женщин сейчас идет нарушение менструального цикла почему потому что они то болеет инфекции то потом переживает нервничает у них вообще стресс выживет не выживет то есть сейчас время такое прямо действительно очень стрессовый поэтому не удивительно что многие женщины пишут что есть нарушение менструального цикла но они они говорят все напряжены так вот получается что как раз когда назначать в этот период гормональную терапию она естественно подавляет гипоталамус и вот что мы знаем оказалось что если в таком возрасте использовать гормональную контрацепцию ну или гормоны которые подавляют вот эту функцию гипоталамуса и гипофиза и если скажем длительный период или высокодезированный то что вот например лечат акне говорят ой сидите на диана диана 35 практически уже никто нигде не используется очень высокодезированный препарат мало того оказался имеет много побочных эффектов но он дешевый его сплавляет на третьи страны потому что ну в развитых странах его практически не найдешь вот пусть говорится вот есть же говорится потребность значит будем сплавлять на те страны где их его покупают по дешевке тоже регулон старые препараты значит из старых тоже марвелон потом там я знаю ну я других то есть три регул вот эти старые препараты они высокодозированы так вот вот я и представьте что мы подали оказывается что это подавление может быть настолько сильным что когда отменяется препарат менструальная цикл не запускается я иногда привожу такой пример и это привожу даже для взрослых женщин потому что кажется это тоже важно понимать что например вам назначили гормональные препараты вас выключился менструальный цикл или вот есть кровотечение отмена все равно у вас нет своего цикла у вас нет это тоже самое например что вот взять женщину прийти например дом она домохозяйка жена мама и так дальше мы берем и запихиваем темный чулан просто запихнули где-то закрыли дверь она там сидит и она не понимает что происходит а вот это контрацепция это будет как бы женщина гормона гормона контрацептов на вот приходит дом и говорит все теперь я буду выполнять она будет прекрасно выполнять свою работу она будет и за мужем ухаживать детей убирать все так классно вроде бы все регулярно жизнь даже становится регулярнее чем обычно и вот тут как говорится надоело и уже быть или уже срок закончился и и вот это выполнение она уходит открывает чувачек выходит это женщина где я что я какая реакция обычно и чатая реакция яичников одни сразу встряхнулись так не буду я снять что давайте ночью опять занимать свои функции своей работы другие горят не пойму что и когда тем не время прийти в себя я не знаю что происходит а есть реакция друга и она тоже встречается то угнетение это типа вот такой все все типа полная теперь депрессия апатия сонная красавица вот и и нужно встряхивать и нужно объяснять проснись очнись все давай давай уже все вот это то что происходит с яичниками очень наглядный пример на самом деле так вот у девочек довольно часто бывает такое сильное подавление яичников что они перестают функционируют они не запускаются то есть теряется связь между гипофизом гипоталамус метод синдром уже хорошо записан самое интересное очень много описано же в русскоязычной литературе потому что но мы знаем что наши врачи злоупотребляют гормонами особенно в девочек особенно эти детские гинекологи так вот оказалось что есть такой синдром называется синдром гиперподавление длинное такое название гиперподавление гонадотропной функции гипофиза вот тут гипофиза что означает что гипофиз не вырабатывает гонадотропины потому что он подавлен а гонадотропины нужно для того чтобы запустить яичники и вот многие врачи этого не знают и вот нет месяц нет два месяца три а кстати никто же не говорит что на восстановление цикла даже у взрослой женщины может такие от трех до шести месяцев есть лучше даже до двадцати четырех месяцев но никто же не хочет ждать 24 месяца месячные да но касса все таки так бывает это не сразу перестал перестал принимать гормоны сразу все классно пошло а в девочек тем более так вот действительно этих девочек как раз вот эта связь нарушена она приторможена и вместо того чтобы расшевеливать чтобы вот как говорится расшевеливать вот этот весь механизм что делают врачи вот два месяца нет меньше будем вызывать и садитесь на гормон опять и получается опять даже игра в гормоны за это футбол футбол гормон вот сидите вы же хотите регулярный месячный все у вас плохо и так дальше хуже всего когда такие девочки сидят на гормонах годами там 3 5 10 даже лет и уже дошли до 25 лет например им хочется своих детей они боятся отменить потому что они хотят как только от меня у меня в месяц нет месячных и мне говорят сразу садись но вот видишь чего ты хочешь и так появляются искусственные бесплодные женщины потому что вместо того чтобы позволить про яичникам заработать их дальше угнетать и вот это вот как раз я бы сказал пандемия сейчас именно пандемия заглушение работы яичников потому что на одного надо выравнивать цикл надо его регулировать а как регулировать но сиди на гормонах больше иметь регулярные циклы именно гормоны помогают регулировать цикл это как раз но такая серьезная проблема беда и у взрослых женщин это одно девочек которых формируется все еще формируется вот эта связь и вот это так сказать движение по кругу по циклу если мы будем туда так вмешиваться то пардон мы ничего хорошего не получим и потом такая девочка будет говорить ой да меня всю жизнь вот лечит мама как 13 лет или 12 повела все время какие-то гормоны назначает все время что-то не так у меня наверное все там плохо и плохо плохо нет там неплохо там просто-напросто ребенку даже не дали возможности чтобы это все восстановилось потому что не было терпения потому что мама запуганная потому что попала нам грамотного врача который сказал что нужно сидеть на гормонах выравнивать цикл потому что потом она будет бесплодной она будет бесплодный относительно потому что потом когда она захочет иметь детей восстановить ее циклы при таком длительном приеме да они слишком низко дозер tomato препарате вообще будет проблем а если говорить шо на цикл влияет и другие факторы в том числе стрессовый то можете понять, что мы получим реально хорошенький букет. И я вам скажу, что у меня были такие вот пары, мама-дочь, мама-дочь, труднее всего разговаривать с мамой, потому что дочь уже взрослая, там, 18 лет, 17, она вроде понимает, для неё это даже не проблема, но месячных нет, окей, она говорит, это не, но зато мама позже, нет месячных два месяца, позже. И знаете, вот это я вижу, я говорю, женщина, пожалуйста, мама, успокойтесь, самое трудное для меня, это всегда, всегда говорить с мамой, которая уже годами, я же прошла столько врачей, я же это сам, и начинается, а я говорю, хорошо, давайте мы даже через вашу, на вашу жизнь посмотрим, через призму, сколько у вас детей, бывает, нередко, там, двое, даже трое детей, не только один ребёнок, говорю, а как, вот вы родились, значит, у вас всё нормально было, погибли, вы что, тоже бегали? Нет, ну, не было такого, говорю, так, а что вы не даёте ребёнку созреть? И начинаются вот эти спекуляции. Когда бывает кровотечение ювенильное, они бывают, они могут приводить к, ну, нарушению общего состояния, потому что теряется кровь, но это не настолько часто случается, это как бы другая уже, и то, и то мы можем назначать только кратковременно гормональное лечение для предотвращения кровотечения, но в реальности это не настолько часто является. Но если мы будем постоянно вмешиваться, играть вот эти гормоны, мы будем приводить к тому, что мы будем иметь вот эти нерегулярные менструальные циклы, ещё хуже, и, как говорится, кровотечение и прочее. Хотя могу вам сказать уверенно, что ещё ни один ребёнок, ни одна женщина не умерла от дисфункционального маточного кровотечения, ни одна. Умирает от других видов кровотечения, в основном связан с поломкой крупных сосудов и так дальше, когда воздевается серьёзнейшая анемия и всё такое, но это абсолютно другая сфера. Но вот эти все дисфункциональные, ещё ни одна женщина, ни один ребёнок не умер. Может быть дискомфорт, может быть незначительный, но чаще всего это страхи, что у меня кровит, что я, наверное, умру, потому что я истеку кровью, всё так плохо. Поэтому нужно подходить более трезво, что в реальности такие случаи обычно не связаны с дисфункциональными кровотечениями. Они имеют какую-то более глубокую патологию, которую врач как раз не должен пропустить. Например, коглопатия, нарушение свёртываемости крови, когда кровь не может свёртываться на следствию коглопатии. Да, они могут приводить к сильнейшим кровотечениям, во время месячных даже, и на это нужно обращать внимание. Но опять же, это не ежедневно, это не так часто встречается, хотя встречается, поэтому действительно важно тут всё оценивать. Давайте вы зададите мне вопросы, потому что я понимаю, что многие из вас хотят получить вопросы. Так, где у нас экранчик? Или я буду продолжать рассказывать, но я, поскольку знаю, что многих-многих интересует как раз тема женского, девочек, здоровья девочек. И несмотря на то, что даже много написано в книге, в вебинарах, рассказано, даже видео есть, семинары есть, лично вы всегда довольно часто имеете как раз вопросы, касающиеся здоровья девочек. Я сейчас смотрю, значит, пока что спасибо за всякие вот эти, ну, за ваши положительные, скажем, отзывы, в том плане, что вы поддержите. Я вижу по вашим ручкам, по вашим, значит, аплодисментам виртуальным. Так, очень интересно, пока что не вижу никаких вопросов, да, значит, чтобы у нас осталось 20 минут, я поэтому говорю, что я бы хотела, значит, да, вот первый вопрос, отвечу. У меня месячные начались 19 лет, у дочери тоже может поздно ждать. Да, действительно, 19 лет мы вот всегда должны понять, что это было позднее половое развитие, то есть, как бы задержка полового развития, такое бывает. И часто это не какая-то, какая-то серьезная патология, иначе у вас бы не было детей, скажем так, если бы действительно была органическая проблема, почему вы не менструировали. Но мы также должны учитывать другие факторы. Например, у девочек в подростковом возрасте начинаются проблемы со щитовидной железой. Именно девочки намного чаще страдают гипотириозами, чем мальчики. То есть, можно сказать, что заболевание щитовидной железы – это чаще женская проблема, чем мужская проблема. Но так мы устроены, и мы не знаем вот этой загадки природы, почему у нас именно так. И вот как раз гипотириозы у подросткового начинают расти. И до подросткового возраста, то есть, до, имеется в виду, начала полового созревания, проблемы со щитовидной железой у девочек и мальчиков одинаковые по уровню. То есть, нет каких-то. А вот как только начинается половое созревание, начинают расти проблемы именно у девочек. И действительно, гипотириоз и гипотириоз, особенно гипотириоз, то есть, пониженная функция щитовидной железы, могут ухудшать ситуацию с созреванием яйцеклеток, то есть, могут нарушать овуляции. И поэтому у таких девочек могут быть позже, начала менструального цикла. Еще играет важный роль вес. Вес, вернее, даже пропорция роста и веса. Дело в том, что как раз в подростковом возрасте наблюдается вот этот скачок роста. Это тоже часть полового развития. И вот если скачок роста выпадает на низкий вес, или даже на понижение веса, потому что многие начинают сидеть на диетах, заниматься интенсивно спортом, чтобы похудеть, им же важно выглядеть как модель. Это сейчас крик моды. Получается, что вот это как раз пропорции роста и веса, что иногда мы можем определять через индекс массы тела. Вы, наверное, слышали о таком. Индекс массы тела – это поверхностное определение, но позволяет нам все-таки иметь какую-то общую картину соотношения роста и веса. Так вот, если индекс массы тела меньше 18, даже считается репродукцией, репродукцией очень нравится показатель 19, то есть не меньше 19, но мы говорим так, что если индекс 18-18,5 и ниже, в таких девочек могут быть не только там поздние наступления менструального цикла, но и нерегулярные менструальные циклы, и взрослые женщины тоже. Особенно, когда индекс там 17-16, это практически уже как анорексическое состояние, хотя да, могут девочки кушать вполне нормально, но они куда-то тратят вот эту энергию. И, собственно говоря, какая задача? Нам очень важно определить, что если ребенок, девочка, поглощает нормальное количество пищи, но не набирает вес или вес падает и все, мы должны действительно провести обследование, потому что не совсем нормально. То есть куда идет эта энергия? Или вот как раз заболевания щитовидной залежи, они могут влиять на обменные процессы, и калории могут сгорать, то есть это действительно обменные процессы очень ускоренные. Так вот, щитовидное – это одно, да, но вес – это другое, то есть нужно, значит, брать в анимание. Наследственный фактор – это третий, и я не знаю, как, например, у вас, у родителей, то есть у мамы вашей было, может, у мамы тоже было, ну, как бы позднее наступление минархи. Значит, у вашей девочки, по идее, может быть, но опять же, нет стопроцентной наследственности. Мы обычно говорим, что передача наследственного фактора от матери к девочке в отношении менструальных циклов где-то в пределах 50-60%. То есть получается, что как бы есть связь, она не маленькая, но в то же время ваш ребенок – это ваш ребенок, и не обязательно, что у нее так будет. Вот, поэтому обращаем на это внимание. Да, еще очень важный фактор, почему я говорю, индекс массы тела и вес и рост играет роль, потому что для начала менструальных циклов должно быть определенное количество жировой ткани. Жировая ткань играет очень важную роль, она не только накапливает стероидные гормоны, андрогены, но она участвует как раз в усвоении, обмене вот этих половых гормонов. Поэтому мы знаем, что если очень низкий уровень, приблизительно, если жировой ткани меньше 17% от общего веса тела, что вычисляется по разным формулам, то, ну и плюс по индексу массы тела можно предположить, конечно, то, естественно, что таких девочек может быть в менструации намного позже. Для того, чтобы циклы были регулярные, считается, что индекс массы тела должен быть не меньше, не индексы, извиняюсь, процент жировой ткани должен быть не меньше 21-22% от общего веса тела. Есть данные, которые говорят, что для запуска менструации должно быть хотя бы 24% жировой ткани от общего веса тела. Жировая ткань играет очень важную роль, но в то же время, ну как бы мы не должны зацикливаться, только если действительно ее не достает, то это нужно брать во внимание. Ну, если, скажем, параметры ребенка нормальные, девочки нормальные, вот, и, кстати, тоже один признак наличия нормального количества жировой ткани – это грудь. Грудь у женщин – это жировая ткань, и там есть вот эти молочные протоки, молочные железы, которые начинают расти только, то есть сами железы растут только во время беременности, как подготовка для лактации. То есть только во время беременности растут железы, именно желез, в которых вырабатывается молоко. Все остальное – это жир, жир, жир. И поэтому, когда женщина прекращает лактацию, эти железы атрофируются, уменьшаются, они вообще, то есть перестают функционировать. Но грудь становится что? Как, ну, висячая, потому что это мягкий там жир, там жир, жир, жир. Ну и, конечно же, мышцы при этом играют меньшую роль, ну и плюс строение, эластичность – это чисто генетические, скажем, факторы, которые влияют на строение груди. Но вот у девочек, которые растут, мы можем видеть, что если у нее действительно управляется грудь, значит, скорее всего, у нее достаточно количества жировой ткани. Хотя, конечно, есть сейчас тенденция, мы видим, и, скорее всего, это из-за того, что многие продукты питания содержат гормоны даже в незначительном количестве, потому что те же, скажем, куры, я имею в виду сельскохозяйственное производство, вот эти мясные продукты, куры, свиньи, коровы, их часто выращивают на высоких дозах гормонов и антибиотиков, чтобы они быстрее росли, и это, конечно, попадает в кровь. Я, когда я, сейчас я беру очень осторожно, как беру мясные продукты именно органические, то есть без вот этих всяких, но вот раньше, я помню, когда я варила курицу, можно было услышать этот запах антибиотиков, я очень чувствительна к антибиотикам, очень, и можно, конечно же, сразу определить, что эта курица была выращена на высоких дозах антибиотиков. И антибиотики с гормонами, что дают? Мы сейчас видим именно высокий уровень редукции молочных желез у подростков и у девочек, которые созревают, потому что очень большие тяжелые груди, которые действуют на позвоночник, вызывают боль в позвоночнике, потому что они тяжелые, и это трудно носить. И действительно у нас повысились вот эти уровни операций, именно уменьшение молочных желез. Поэтому вот то, что мы наблюдаем. Девушка 22 лет, девственница, месячных нет 6 месяцев после диеты и стресса. По анализам тестостерон выше, астроген ниже нормы, что, по совету девушки, у здесь еще не проходило. Вот это как раз тот момент, когда я говорю, что выключается репродуктивная функция из-за того, что теряется энергия, запасы энергетических веществ. Очень часто случается при неосторожных, резких похудениях. В норме женщина может терять, ну вообще мужчина, чтобы это было безопасно для ваших обменных процессов, не больше 10% от общего веса тела в течение 3 месяцев. Поэтому, например, если вы весите, например, 90 килограмм, ну условно, ну берем 100, легче считать. Вот, 100 килограмм, нет, 90 легче считать. 90 килограмм, 10% от 9 килограмм. Значит, за 3 месяца женщина может потерять, ну, 9, максимум 10 килограмм. Это каждый месяц по 9 килограмм. Потом дальше мы опять, ну, как бы пересчитываем сколько, потому что уже 80 килограмм получается, да. Это будет здоровый образ жизни. Поэтому, если вы послушаете прогрессивных диетологов или нутрициологов, никто из них не рекомендует жесткие диеты, никто из них рекомендует, что нужно быстро терять. И проблема большинства молодых девушек, чтобы они считают, что вот быстро потерять и все. Это не только большинство, это даже женщины, у которых есть какие-то внутренние комплексы. Я знаю одну женщину, которая моего возраста, но влюбилась и решила, что ей нужно похудеть. За месяц она потеряла 25 килограмм. Это солидный вес. А что у нее произошло? Сухость кожи все вяло, начала висеть и прямо свисать. Это вообще, она ничего с этой кожей сделать не могла. Она висела всюду, на руках, на шее, на животе, на ногах. Сухая, дряблая. И, конечно же, она выглядела не моложе, а намного старше. Но у нее также начались проблемы со здоровьем. Я к тому, что нельзя издеваться над своим организмом. Так вот, если это произошло, тут есть вариант, что можно дать организму самому восстановиться, или же никаких вот этих гормонов и так дальше. Тут можно как бы стимулировать яичники, то есть вызывать овуляцию, стимуляцию яичников. Но это должно быть пройдено бережно. И если, опять же, недовес, если вес не остановился, если стрессы не убраны, то все это будет бесполезно, потому что нужно вернуть предыдущий вес, нормальный вес, когда менструации были, это не значит, что женщина должна растостеть. Нет! Это нужно довести до нормальных показателей, когда было комфортно. И, конечно, устранить стрессовый фактор. То есть здесь много работы и с психологами тоже, потому что это часто в голове неправильная мысль о своем имидже. Себя нужно любить. Если начинаешь себя не любить и идти против себя, и исправлять себя слишком интенсивно, то, во-первых, попадаешь в струю вот этого бесконечного недовольства собой. И можно видеть массу примеров, чем заканчивается вот это бесконечное шлифование себя. Себя нужно любить такой, какой вас сделала природа, сделала Бог. Да, нужно работать на своей груши, нужно сидеть, чтобы разжиреть до каких-то больших размеров. И то, честно говоря, есть проблемы, но есть заболевания, которые сопровождаются и худор-бой, или наоборот лишним весом. Поэтому обследование в данном случае все-таки должен назначать врач очень аккуратно. И можно сделать разными способами. Можно сделать просто вот сдать анализы на фоне отсутствия менструации, потому что нам главное исключить высокий уровень тестостерона, пролактина, то, что может влиять на овуляцию, потому что дополнительно могут быть эти. И ТТГ. Вот эти анализы, как бы здесь роль не играет, какой день цикла. ФСГ играет роль, например, третий день. Но опять же, если циклов нет, можно не вызывать месячный, можно сразу сдать, и если ФСГ в норме, то он будет в норме. Он никуда не денется. Если он высокий, то тут тоже день цикла особой роли не играет. Мы должны посмотреть еще УЗИ, посмотреть, какое состояние яичников, нет ли там каких-то кист и прочего. То есть комплексный такой обход. Хотите, можете порекомендовать девушке записаться ко мне на лайн-консультации, мы сможем с ней обсудить детально, как все пройти, вот этот план, тактику действий выработать, чтобы она просто не пошла ложным путем в сидении на бесконечном, в сидении гормона и фактически не получение реального желаемого результата. Дочке 13 лет, гормоны в норме, но врач назначил цикловида курсом 2 месяца. Стоит ли принимать? Насколько я знаю, если я не ошибаюсь, цикловид это фуфломицин. А зачем? То есть вот вы попали как раз на малограмотного врача, который вот просто взял да назначил. А зачем? То есть это будет неправильно. Кстати, у вас очень популярны такие фуфломицины, как мастадинон и циклодинон. Это травяные препараты и некоторые могут даже фитотерапия, но они довольно токсичные, они вызывают очень много побочных эффектов и наоборот, они ухудшают. Есть много-много женщин, которые действительно жалуются, что у них ухудшились менструальные циклы. Поэтому я не рекомендую такой фитотерапии, никаких витаминотерапии в данном случае, потому что это может ухудшить ситуацию. Подскажите, как профилактировать синехии, может ли это в дальнейшем повлиять на цикл? Синехии на цикл вообще не влияют. То есть, если вы почитаете книгу «Дочки-матери», там, собственно говоря, рассказывается очень много синехии, но что важно понимать, что есть синехии, например, над уретро, это верхняя спайка, и те, которые могут у девочек закрывать влагалище, но влагалище особой роли не играет, пока не наступит месячный. Обычно к 5-6 годам эти синехии расходятся. Мы только переживаем за вот эти верхние синехии, потому что если они срастаются, они могут привести к нарушению мочеводеления. И для того, чтобы не было синехии в первую очередь, ну, во-первых, это как бы, мы до сих пор не знаем причин синехии, и оказалось, что сама по себе гигиена не помогает, но в то же время, чем меньше вы там трёте, и чем меньше вы высушиваете, и чем меньше вы там скребёте, тем это лучше для здоровья. И не паниковать, понимать, что это может быть временное явление, и, как говорится, синехии могут проходить сами по себе, и в большинстве случаев они совершенно не опасны. Откройте, пожалуйста, книгу дочки-матери, там детально об этом всё написано. Иногда кал стекает к вагине, в памперсе, дождь лежит на животе, часто опасно. В какой-то степени, да, потому что это раздражает, как бы, вот эту вульву, и может повысить уровень образования синехии. Но что мы рекомендуем? Во-первых, если девочка только покакала, и вы её тут же, ну, как бы подмыли, мы рекомендуем всегда подмывать после модификации. Значит, под проточной водой, и желательно, чтобы струя воды, то есть не надо направлять на влагалище, мы с вами дуна, на между ног, вы же всегда промываете с области спинки, но в то же время ваша рука должна быть, как бы, от входа во влагалище вверх, то есть вы должны подмывать вот так, всегда подмывать только так, чтобы как раз своей рукой не занести всю эту воду, все эти какашки туда, понимаете? Поэтому даже взрослая женщина должна подмываться от влагалища вверх прямой кишки, и дальше от влагалища вверх к уретре, то есть не наоборот, движения руки должны быть вверх к лобку, и вверх к, от середины, и вверх к анусу, и потом, значит, протереть насухо, вот это всё, как говорится, не обязательно же мыло. Если нет возможности помыть, такое бывает, можно брать влажные салфетки, даже если нет влажных салфеток, таких готовых пакетиков, можно взять обычную салфетку или, скажем, кусочек полотенца, намочить в тёплой воде, вот, то есть можно намочить салфетку обычно, если нет, если нет, готовых, если есть готовые, тем лучше. Опять же, вы протираете от входа в влагалище вверх, как раз убираете это наверх, и вычищаете. Если будете делать, не надо сильно тереть, не надо прямо для покраснения, буквально пару раз протереть, и всё. Если вы так будете делать, то есть вы не будете задерживать этот памперс, пока он не наберётся 2 кг, потому что вам жалко выбрасывать. Я помню, как бабушка, был такой момент, что дочь, ну, я ухаживала тоже за внуками, особенно за старшим внуком, сейчас из-за карантина меньше, к сожалению, вижу свою внучку. Я тоже, значит, у меня правило было, что если памперс мокрый, сразу выбрасывать. Я считаю, ну, так, я выросла на том, что если пелёнка мокрая, её нужно выбрасывать, зачем ребёнку мочиться в этом памперсе, и нет никаких-то, я не высыпаю ничего. И я, значит, ну, раз он помочился, он давал сигнал, и всё, вижу, что мокрый, поменяла, тоже ставила, меняла. Конечно, очень быстро, особенно, когда он маленький, эти памперсы уходили, как вот так. И моя дочь говорит, мама, что ты делаешь с этими памперсами, успеваю их покупать. Не надо так часто менять. Я говорю, нет, дочь, у меня свои взгляды, я буду, чем ребёнку своей мочи там, ну, говорится, сидеть. Я пошла сама, она купила памперсы, принесла, с чистой душой, я могла их выбрасывать, меня сколько я хочу, чтобы это не было, не било по кошельку моей дочери. Ну, в общем, такой вот подход. Поэтому это не опасно, но это нужно чистить. Так. Вот правильно пишите, мы идёте сразу. Так. Если, мы же скоро закончили, если прервёт, я извиняюсь, но я думаю, что я ещё успею ещё сказать пару слов. Здравствуйте. Есть ли какие-то нормы возвращения цикла после рода в дочке год и 7 месяцев, менструальный цикл не вернулся? Зависит от того, опять же, кормите вы грудью или не кормите, какой у вас вес, то есть, как вы восстановились, как у вас работает щитовидная железа. Очень многие женщины есть гипотириозы после родов. Высыпаетесь ли вы, то есть, ваше самочувствие, потому что норм на самом деле нет. Ну и плюс возраст. Тут нужно подходить всё индивидуально, учитывать очень многие факторы и тогда уже принимать решение. Можно сделать УЗИ, посмотреть состояние ищиков и вот тут тогда уже принимать решение, что дальше делать. То есть, если женщина это беспокоит, нужно пойти к гинекологу или на консультации это обсудить в деталях и тогда уже делать какой-то план или наблюдаем ещё месяц-два и даже полгода или, как говорится, предпринимаем какие-то меры, потому что женщина не чувствует себя комфортно, потому что у неё нет месячных. Так, всё правильно писали, кормите ли вы? Всё правильно. Если вы кормите, пока вы кормите грудью, то месячный мог быть совершенно нерегулярный. Даже когда говорят, да я кормлю всего лишь на ночь, чтобы ребёнок засыпал. Всё равно, говорит, не будет никакого толка. Молодая пара, 25-26 лет, 7 месяцев безуспешных попыток забеременеть, цикл регулярной в эвляции присутствия, столь ли паниковать, обследоваться, или ждать, успокоиться. Смотрите, 7 месяцев это вообще не показатель. И поскольку у нас марафон по здоровью девочек, я просто вам рекомендую, есть книжка, называется, вернее, две книжки. Книжка подготовки беременности, когда ты будешь готова. А книжка как раз по бесплодию, особенно тем же, которые вот спешат, спешат, спешат. 7 месяцев это ерунда, год, мы говорим, год нужно быть. Но чтобы понимать, правильно вы живёте, неправильно, может вы не живёте в те дни, когда в эвляции. Вот, есть другая книжка, именно по бесплодию, называется, «Малыш, ты скоро». Я не знаю, какую вам лучше почитать, потому что, «Малыш, ты скоро» как раз тоже создана для взрослых, у которых, как раз вот это я называю, дитородная лихорадка, когда начинается трясти, вы не беремене, беремене. Вот, вроде бы, и в большинстве случаев это здоровые женщины, здоровые пары, но вот просто вот эта дитородная лихорадка. Поэтому я не знаю, какую книгу вам лучше посоветовать. Я вам назовала две, кажется, на ваш выбор. Хотите даже две читать. Можно использовать, извините, можно ли использовать бепантен при покраснении после длительного ношения памперса дочке 11, надевая только на сон, можно долго спать, появляется отражение. Смотрите, вообще-то мы не рекомендуем никакие кремы, масло и так дальше. То есть, все, что мы можем позволить, даже при прокоснении, это детское масло, вот это, ну, так сказать, baby oil, потому что доказано, что оно не вызывает раздражение, оно спокойное и так далее. Все остальное, что имеет лечебный эффект, должно назначаться по показаниям, и покраснение, это особо не по показаниям, ну, как бы, не совсем показаниям. Хотя, иногда, мы можем рекомендовать масло тримозолом, потому что именно в этих складочках, и вот, как говорится, когда ребенок долго находится в памперсе, потеет раздражение, может расти грибок. И это не значит, что уже, что девочке нужно противогрибковое лечение срочно. Но иногда мы можем рекомендовать, вот как раз, против грибковой мази, буквально только один раз, чуть-чуть, когда мы видим такие покраснения. Но опять же, это все-таки должен решать врач на месте, а не, так говорится, ну, онлайн, без уточнения других важных факторов. Нас осталось буквально 21 секунда. Всех, всем, всем большое спасибо за участие в этом марафоне. И до скорых встреч в новых эфирах. И также всем желаю быть здоровыми, счастливыми, не болеть. Все остальное сбудется. Так что благодарю вас.